Добрый день, уважаемые коллеги! Рада вас приветствовать на нашем втором DLP Plus форуме. И надеюсь, в ближайшие полтора часа вам будет с нами интересно. Всего год прошел с предыдущего DLP форума, а наша жизнь поменялась до неузнаваемости. Мы только-только пережили пандемию, удаленку. И вот весь мир, который мы знали, изменился с началом этого года. Что важного в этом мире произошло? Мне кажется, что один из самых важных моментов – это изменение геополитической ситуации, который привел к изменению той среды, того окружения и тех угроз, в котором мы с вами живем и работаем. Первая санкционная политика, которая оставила нас один на один с тем, что мы умеем, с тем, от чего мы защищаемся. Изменился ландшафт угроз. Мы оказались, ну, если это вот, я так воспринимаю, что если еще полгода назад мы были такой, наверное, может быть, не очень заметной державой в мировой политике, может быть, даже где-то полуколониальной, и вот мы оказываемся на острие атаки под вниманием всего мира. Наши разработки становятся интересны не только нам внутри себя, но и нашим конкурентам вовне. И мы начинаем подвергаться большому количеству внешних атак. У нас есть разные течения, разные позиции внутри общества, разные отношения к тому, что происходит, что тоже влияет на то, как люди себя ведут с точки зрения безопасности, на то, как они себя позиционируют, как сотрудники внутри компании, на то, что они делают. И сейчас хочется поговорить о тех вызовах, с которыми мы столкнулись, и тех угрозах и тех возможностях, которыми мы отвечаем на эти угрозы. Для того, чтобы поговорить об этом, мы пригласили представителей крупнейшего бизнеса, вендоров и государства. Мне кажется, что с такими разными позициями мы наиболее комплексно осветим тему. С чего хочется начать? Ну, наверное, начать хочется с темы импортозамещения. То, что нас коснулось сразу. Об импортозамещении мы говорили давно, так или иначе к нему готовились, но все, что произошло, произошло достаточно неожиданно и достаточно резко. Если раньше мы все говорили в основном о программных продуктах в области замещения, по крайней мере, в той области, в которой я работаю, то совершенно неожиданно у нас стали проблемы с поставками технических средств. У компаний, которые защищаются, возникли вызовы в бизнесе, когда им нужно импортозамещаться своей продукцией и быть конкурентными. Ну и хочется поговорить, как мы на это сейчас отвечаем. Ну, начать, наверное, я попрошу начать нашу дискуссию Василия, представителя, наверное, крупнейшего заказчика, IT-заказчика в России. Василий, как в вашей отрасли? Как вы отвечаете на вызов импортозамещения? Коллеги, так, раз, раз, работает. Так, ну, доброе утро всем. Импортозамещение, да, наверное, конечно, в последнее время горячая тема. Здесь, если мы будем говорить про DLP-систему и отечественных разработчиков, то здесь, конечно, импортозамещение действительно уже произошло ранее, это произошло там не в этом году даже. Но здесь какой момент? А что под капотом у этих импортозамещенных систем? То есть все же мы знаем, что в тех же самых DLP-решениях ведущих вендоров используются те же самые базы данных Oracle, используются движки распознавания картинок от Аби, ну и другие решения, которые мы все равно как бы заимствуем. Поэтому можно ли здесь говорить про вообще полное импортозамещение? И в условиях, наверное, ужесточающейся санкционной политики, вот что будут делать с этим вендора, ну вот честно говоря, у меня тоже пока вопрос. Но если говорить в целом про импортозамещение и средства защиты, на самом деле у нас как бы не все так плохо. Мы вот там вчера думали, обсуждали, что вот нам прям такого не хватает из импортозамещенного, чего наша страна пока предложить не может, и, наверное, пришли к выводу, что это пока только там решение класса Next Generation Firewall, решение там Network Access Control и там, собственно, мощные межсетевые экраны. А по всем остальным решениям-то как бы аналоги есть, они действительно неплохие и в целом, собственно, даже лучше, чем импортные. Василий, скажите, пожалуйста, а вот вы Oracle будете заменять на Postgres? Ну, смотрите, я тут как бы, наверное, сейчас не являюсь техническим экспертом по там, к аппаратитуре DLP-системы, у нас такая тема поднималась, да. Но, насколько я слышал, производительность на Postgres несколько другая, и не факт, что оно вытянет наши объемы. Ну, а если Oracle превратится в тыкву? Что? Если Oracle превратится в тыкву? Ну, а какие-то варианты? Конечно. Хорошо. Игорь, компания Ростех, скажите, пожалуйста, а вот у вас есть какие-то особенности, может быть, в импортозамещении, тоже как у представителей бизнеса, но такого промышленного его направления, в отличие от финансового сектора? Ну, в отличие от финансового сектора, мы все-таки, наша корпорация как раз и является той самой структурой, которая управляет от имени государства этим самым промышленным сектором. Напомню, что в корпорацию входит более 700 организаций, в основном это коммерческие организации, но, опять же, с преимущественно государственным капиталом. Поэтому мы эту работу, связанную с импортозамещением, начали уже достаточно давно, ну, можно сказать, вот после первой волны импортозамещения, связанной с событиями 2014 года, и планомерно движемся в этом направлении, и можно сказать, что достигли определенных успехов, и недавно проводили исследования, и по разным оценкам у нас где-то там 90-95% уже всего импорта замещено, что касается информационной безопасности. Ну, я думаю, что вот те задачи, которые нам поставили вот в том же самом указе президента 250, мы выполним в сроки, но, конечно, здесь есть определенные сложности, будем решать их по ходу вместе с нашими коллегами. А с комплексным технических средств есть какие-то особенные сложности, или пока запасов хватает? Как вот планируете выходить, когда будет, собственно, железо выходить из строя? Понятно, но тут не хотелось бы все озвучивать, да, как вот приходится обходить, опять же, благодаря тому, что рынок у нас достаточно хорошо развит, я имею в виду тех же вендоров, коллеги помогают, то есть вопросы решаемые, то есть не думаю, что здесь что-то есть такое непреодолимое, но сложности, опять же, повторюсь, да, серьезные. Алексей, вы как представитель вендора, который импортозаместился уже очень давно, вот в новых условиях, новые условия привнесли что-то в новое, в ваши планы и в ваше, так сказать, ощущение ответственности перед бизнесом и государством? Ну да, мы, в принципе, достаточно давно уже позиционируем себя, как чисто российского вендора, который предлагает альтернативы западным решениям, причем альтернативы лучшие, более надежные, более функциональные, производительные и так далее. Но если мы обсуждаем тему с импортозамещением, давайте все-таки поймем, какая цель у этого импортозамещения, потому что так может быть непонятно, может мы хотим валюту сэкономить и не платить западным вендорам доллары, может мы хотим какие-то другие цели достичь. Вот недавно в новостной повестке возникло предложение, я не помню от кого, честно говоря, говорить не про импортозамещение, а про технологический суверенитет. На мой взгляд это более правильно и позволяет расставить более правильно акценты и понимать вообще, зачем мы этим занимаемся. Потому что так возникает ощущение, что мы куда-то бежим, а куда непонятно, как те самураи, у которых нет цели, а только путь. Но что касается про наш сегмент рынка, про системы защиты от утечек, я хочу сказать, что здесь уже достаточно давно российские вендоры себя хорошо чувствуют и имеют возможность предложить надежные решения, которые ничем не уступают западным аналогам. Здесь есть множество причин такому положению дел. Я думаю, сейчас нет смысла их все обсуждать, но как бы вот оно так сложилось. И это уже лет шесть такая ситуация. Хотя вот сейчас, последние два-три месяца, оказывается, выяснилось, что есть еще заказчики, довольно-таки крупные компании, которые еще используют импортные DLP-системы. Но их буквально можно по пальцам пересчитать. Поэтому вот я считаю, что мы здесь впереди всего IT-рынка. Мы смогли заместить, ну не только наша компания, а вообще вендоры DLP-систем, смогли, собственно, решить эту задачу и предложить адекватные решения, которые не просто производятся в России, но они еще и совместимы со всей российской экосистемой. То есть это операционные системы, базы данных, то есть вся вот эта среда, которая используется в IT-инфраструктуре. Ну, здесь я соглашусь с Алексеем. Когда я думаю о судьбах нашего технологического суверенитета, то как раз пример нашей отрасли и нашего класса решений настраивает меня на оптимистичный лад. Потому что, на мой взгляд, российские DLP-системы в своем классе, наверное, превосходят зарубежные аналоги. И в этом плане мы, правда, молодцы. Алексей, у меня вот такой вопрос. Мы, конечно, молодцы, но все-таки программное обеспечение, оно неразрывно связано с системным программным обеспечением и с комплексным технических средств. Насколько вы готовы быстро адаптировать свое ПО к появлению российской операционной системы, российской какой-то СУБД, может быть, аналитической СУБД, российского железа? Ну, например, на Эльбрусах собираетесь? Ну, мы занимались этим в прошлом году. У нас были работы исследовательские, по результату которой мы должны были принять решение о том, насколько легко или сложно будет сделать сборки для российских процессоров. Но в связи с тем, что возникла ситуация, что российские процессоры как бы перестали поставляться, перестали производиться, поскольку они производились на Тайване, мы вот эти работы до конца не довели. Да, такая сложность есть. Мы были в той же самой ситуации, что наши работы по сборках на российских процессоров тоже были приостановлены из-за невозможности получить таковые. И здесь на самом деле нам определенная поддержка государства с точки зрения поддержки производителей процессоров, чтобы у них были средства и возможности предоставлять нам, вендорам, образцы своих процессоров для разработок, потому что это же для них расходы. Они нам там не могут давать доступ или давать какие-то образцы железа, потому что нас много, и у них нет собственных таких средств. В этом плане нам бы помощь государству пригодилась. Но прежде чем мы перейдем к государству, я хотела бы Виталию задать вопрос, который важен. Наверное, каждый из вас на кухне или в какой-то другой среде всегда говорит о том, что мы развалили образование, и поэтому люди, которые к нам приходят работать, имеют не ту квалификацию, которую бы мы хотели. А как вы, Виталий, считаете, вот наш кадровый потенциал, человеческий потенциал, который должен реализовать наш технологический суверенитет, есть у нас? Интересный вопрос задан. Я попробую ответить. Что касается именно потенциала, то есть моей веры личной, например, то есть потенциал людей, которые на рынке IT, в частности в безопасности работают, я считаю, что он очень сильно не оценен ни бизнесом, ни государством. Это с одной стороны. С другой стороны, как во всех отраслях на текущий момент, мы имеем страшный дефицит кадров, потому что эпоха резко изменилась. Задачи цифровых, где требуются айтишники, где требуются безопасники, во всех компаниях безотносительно отраслей стало в разы больше. А персонала, который обладал бы компетенциями, который бы обладал потенцией это реализовать, его осталось стандартное количество. Плюс сейчас есть ажиотаж на тему того, что есть якобы отъезд большого количества IT-специалистов за рубеж. Эта тема разгоняется, хотя статистика показывает, что пока все в рамках статистических отклонений. На самом деле отъезд никак не повлияет на то, что происходит с персоналом и на то, что происходит на рынке. Айтишники как были в дефиците, на их рынке на самом деле со всеми кризисами ничего не изменилось. Как был IT-рынок конкретно, разработчики, инженера, безопасники, как это был рынок соискателя, так рынок соискателя остался. Даже сейчас вроде бы кризис и прочее большинство высококлассных специалистов диктуют условия. Это экспертиза, она стоит безумных денег. За эту экспертизу бизнес готов платить. Поэтому потенциал развития у рынка, он есть, но очень сильно будет зависеть от решений, которые принимает и бизнес в частности, и, конечно, от мер государственной поддержки, которые сейчас, они появляются, и там, Минцифре спасибо, да, то есть они достаточно много стараются в этом направлении, но являются ли они достаточными, это покажет время, наверное. А вот вы говорите, что бизнес готов платить. А у меня вот такой вопрос. Смотрите, если посмотреть комплексно, вот за первый квартал зарплаты разработчиков выросли минимум в полтора раза, где-то даже в 1,8, некоторых даже в два раза за первый квартал. При этом у многих компаний сократились рынки, то есть наш глобальный рынок стал ограничен рынком российским. Откуда у бизнеса деньги, чтобы платить? Ну, во-первых, рынок одномоментно не меняется, у меня есть определенный запас прочности. Во-вторых, простите, рынок России все так же остается недооцененным, здесь много можно чего сделать. А те, кто, собственно, работал на зарубежные страны, они уже давно покинули, по сути, от этого. Это и есть тот самый отток. Потому что люди уехали не по политическим мотивам, они работают на заграницу, и, следовательно, свои риски пытаются снизить. В российских же компаниях сейчас, вы представляете, сколько в разных бизнесах открываются окон возможностей. Ушел Oracle. Есть компании, которые при определенных условиях могут подхватить и сделать что-то свое. Для того, чтобы это сделать, оно делается руками людей. Туда не посадишь, простите, студента. Пусть он будет хороший. Нужен человек с опытом, который знает, что такое проект. Где взять этих людей? Только на рынке. И бизнесы сейчас, и молодые бизнесы, начинают рынок впитывать, особенно в IT. Все, что на рынок сейчас выходит, впитывается со скоростью света. Нет тенденции, что IT-шник ходит и не может найти работу. Он все так же выбирает. Открывает свое резюме на три дня, для того, чтобы 50 компаний в него постучались. Он такой, ну нет, мне не хочется уходить с текущей, вы мне лучше не предложили. Пока тенденция остается ровно такой. И она будет оставаться такой, потому что в рамках IT-рынка и импортозамещения, а вот мне очень понравился Алексей, как сказал, то есть называемый цифровой независимости, очень важно многим компаниям сейчас набрать персонал критичный и быстро занять нишу. А ниша освободилась, ну то есть политика иностранных компаний стрелять себе в голову в бизнесе, это странно, но это дает уникальные шансы для огромного количества российских компаний. И мы еще не увидели этого эффекта, он скорее будет усиливаться, то есть количество IT-специалистов, востребованность их будет расти, как, наверное, их оклады. Спасибо. Артем, вот мы сейчас поговорили, там вот вы послушали о том, что есть проблемы у бизнеса, у вендоров. С другой стороны, я так услышала, что и у бизнеса, и у вендоров есть потенциал, и есть большое желание решить эти проблемы, воспринимают как вызов, да, и этот вызов такой, спортивную злость такую вот даже вызывает. Скажите, пожалуйста, а вот государство, позиция государства в этом месте общая, какая? Чем вы можете помочь, и что бы вы ожидали от бизнеса, от отрасли? Спасибо. Ну, во-первых, очень важно, что сказали, что для айтишников необходим вызов. Хорошая заработная плата – это одна составляющая, но очень важно для них иметь вызов. И сейчас я считаю, что с вызовами проблем нет. Что касается кадров, планируется увеличение до 2024 года, порядка 120 тысяч бюджетных мест. Минцифрой принимаются сейчас такие очень важные меры поддержки не только айти-специалистов, но и айти-компаний. Что касается, как уже сказали, технологического суверенитета, это тоже такая очень важная составляющая. Она, с одной стороны, и как вызов для нас, но и с другой стороны, как цель. Она понятная цель. Для этого у нас есть проблематика. Первое – это сами решения. Ну, уже сказали, что Алексей сказал, что решения есть. Не все, но эти решения есть. И вторая проблема – это люди. Потому что, к сожалению, большинство людей привыкло работать на оборудовании иностранном. И сейчас предстоит очень такой большой труд, чтобы обучить людей работать на нашем отечественном оборудовании. Это тоже важно. Я знаю, что тоже сейчас будет предприниматься ряд мер, которые будут направлены на поддержку этой отрасли. Спасибо. Я хотела бы, воспользовавшись случаем, донести некоторые свои ожидания, как представители бизнеса, который должен обеспечить импортозамещение в области безопасности от государства. Первое, на что хотелось бы обратить внимание, это то, что есть такие технологические отрасли, которые бизнес не может заместить в рамках рынка. То есть, например, бизнес не сможет создать СУБД в рамках рыночной конкуренции, потому что нет таких инвестиций и нет таких возможностей. это должна быть какая-то государственная программа. Следующий момент. Есть технологические вещи, которые, опять же, бизнес в одиночку, как хозяйствующий субъект, потянуть не может. Например, для того, чтобы нам обеспечить устойчивость к нагрузкам, нам нужно нагрузочное тестирование на оборудование, которое не может закупить бизнес. Ну, вот, например, Сбербанк. у них такие колоссальные объемы, что ни одна компания, которая производит для них программное обеспечение, не сможет сама выполнить нагрузочное тестирование. И это тоже хотелось бы централизовать на уровне государства. И третий очень важный момент, что нужно бизнесу. Бизнесу нужны инвестиции. То есть нужно понимать, откуда у бизнеса возьмутся деньги на развитие этого самого бизнеса. Сейчас таких инструментов нету. То есть вот я сейчас смотрю, мне для того, чтобы увеличить объемы какие-то, запустить новые разработки, мне денег взять неоткуда. Может быть, грант небольшой, но эти гранты, они все-таки скорее на маленькие разработки. Кредитоваться под там 17% мы не сможем. 17% это вне бизнеса ставка. Спасибо большое. И у меня вопрос к Евгении к вам. Такой более конкретный 1 мая президент России принял указ 250 о дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации. На ваш взгляд, как он повлияет на внутренние угрозы, на борьбу с ними? Ну, собственно, это одно из направлений, на которые он должен повлиять. А в целом указ направлен на повышение защищенности, и он, собственно, называется указ о дополнительных мерах. опыт показал текущую ситуацию последних двух месяцев о том, что с точки зрения регулирования предъявляемых требований у нас существует большое количество так называемых серых зон. то есть если с государственными системами все более-менее понятно, то есть есть регуляторы, есть требования и так далее, но при этом есть огромное количество бизнес-сообщества, госкомпаний, дочерних компаний и так далее, других стратегически важных предприятий, которые выпадают из государственного регулирования, и механизмы защиты информации там, по сути, находятся вне каких-либо требований. Собственно, на устранение вот этих нюансов был направлен этот указ, и в нем в том числе предусмотрено требование по импортозамещению средств защиты информации, и в принципе был проведен определенный анализ, там полное импортозамещение требуется с 2025 года, но анализ показал счастливым, как сегодня уже говорили, что в большинстве отраслей информационной безопасности у нас существует решение, особенно все, что связано с программными средствами. То есть есть и ДЛП-системы, есть и средства мониторинга, противодействия, межчатевого экранирования и так далее. Но были, в том числе, выявлены проблемы, которые, наверное, не являются неожиданными. Это связано с мощными аппаратными изделиями, связанными с работой на магистральных каналах, и, естественно, средства защитительной техники, которые завязаны в производстве микроэлектроники. Но такие проблемы есть, действительно, к сожалению, они были ожидаемы, но государство планирует их решать. С точки зрения самой регуляторики данного указа, основная идея заключается в том, чтобы заинтересовать, ну, заинтересовать, не совсем правильно, сказать, мотивировать, мотивировать руководителей, сказать, больше уделять, предприятий, организаций, больше уделять внимание обеспечению информационной безопасности, внедрение средозащиты и так далее. Потому что те, кто находились, те предприятия, которые находились в так называемой серой зоне, вне регуляторики, но при этом оказывали значительное влияние на жизнь в стране, на экономику, на медийную сферу, они не уделяли должного внимания. И, в общем, события последних месяцев, дней и недель, они показали, что необходимо, как говорится, за безопасность в таких отраслях отвечать, принимать меры. И я думаю, что с учетом этого, масштабности этого указа, потому что в общей сложности по предварительным оценкам под него подпадают более 100 тысяч систем в стране. То есть это действительно много, достаточно сегмент. Этот указ, он поднимет заинтересованность с точки зрения новых каких-то инвестпроектов, возможно, с точки зрения подготовки и развития кадрового потенциала, потому что потребность в людях вырастет многократно, а рынок, в принципе, здесь испытывает дефицит кадровый и необходимо людей дальше будет готовить, развивать. Я думаю, что будут формироваться определенные программы подготовки, обучения и разные, так сказать, обучающие конституционные мероприятия. Ну, это, наверное, с точки зрения регуляторики первый шаг, 0.1 из первых шагов, так сказать, направленный на такой быстрых шагов, направленных на долгосрочное развитие ИБ. Ну, ожидания такие. Спасибо. Спасибо. Будем смотреть, как это все сработает. Будем обращаться за детализацией. А я от темы импортозамещения хотела бы перейти к составу, вернее, даже не то, что к составу, а вот мы об утечках все время говорим, такая тема уже, в общем-то, навязшая в зубах, всем давно надоевшая, но вот что в последнее время изменилось, что видим мы. Если раньше утечка это было дело конкретной компании, ну, если только это не репутационная какая-то история, или конкретных физических лиц, чьи персональные данные утекли, то сейчас утечка становится способом политической борьбы. Вот что мы сейчас наблюдаем. Самая какая-то там незначительная утечка, может быть, даже и не утечка вовсе, она тут же подхватывается всеми СМИ и начинает разгоняться на, так сказать, общегосударственном уровне и использоваться как средство либо дискредитации российского бизнеса, либо дискредитации политической власти. Есть другой аспект. Есть аспект, когда я раньше, раньше мы с этим как-то особенно не встречались, так называемые фейковые утечки, когда вторая тенденция, когда не было собственно на утечке, достают что-то, прямо из открытых источников делают компиляцию какую-то, вывешивают и разгоняют тему, что вот пошла крупная утечка. И есть еще один такой вот политический момент, наверное, это, я этот термин у Олега Седова подрезала, политизация инсайдера. Политизация инсайдера, то есть, если раньше мотивы инсайдеров, мотивы внутренних нарушителей, мошенников, они были, ну, как правило, экономические, может быть, там обида на работодателя была, то теперь подмешался такой вот большой кусочек, такой вот политический. И в этом плане хотелось бы, Артем, наверное, в этот раз начать с вас, как выглядит проблематика со стороны государства, и опять же, я повторюсь, что государство в связи с этим делает, и что оно ожидает от бизнеса. Ну, мы видим, что информационная война, она идет полным ходом, будь то персональные данные, или какая-то кибератака, все это подхватывается, разносится и преподносится, как слабость нашего государства. Что касается утечки персональных данных, то там есть предусмотрены сейчас и административной и уголовной ответственности. Текущая ответственность, на мой взгляд, она ничтожная, это, по-моему, до 100 тысяч рублей. Конечно, крупные компании, которые допускают утечки информации, утечки персональных данных, для них такие штрафы, они незначительные. И только изменив эту парадигму, мы сможем заставить компании заботиться о сохранении конфиденциальности персональных данных. Я знаю, что сейчас разрабатываются проекты по ужесточению, обсуждается тема оборотных штрафов компании. Уверен, что после принятия этих законов утечек персональных данных будет гораздо меньше. Что касается вашего вопроса о какой-то политической составляющих сливов этой информации, но мы сейчас не делим это политически или экономически, у нас важен ущерб. То есть мы отталкиваемся от ущерба. Какой ущерб был причинен в результате слива данной информации. Поэтому если говорить по статьям, которые, например, у нас есть, новые статьи, если, допустим, утечка информации была выброшена в информационное поле, был дискредитирован, например, вооруженные силы Российской Федерации, то там есть новая статья, которую приняли в этом году, это 280.3, которая срок заключения до трех лет в этой статье. Ну, довольно-таки серьезная, раньше таких статей у нас не было. Поэтому работа в этом направлении ведется, и хочется, конечно, чтобы персональных данных в общественном поле появлялось у нас как можно меньше. Трудно не согласиться. Спасибо. Я до некоторой степени разделяю позицию нашего государства, Артема, в том, что ответственность нужно увеличивать. Потому что когда со своей стороны как вендор мы общаемся с заказчиками по вопросам приобретения и внедрения тех или иных средств защиты, очень часто мы сталкиваемся с очень понятной для бизнеса историей, с оценкой рисков. И очень часто бывает, что, собственно, ущерб от реализации какого-то риска для компании значительно меньше, например, при сливе тех же самых персональных данных, значительно меньше, стоимость предотвращения или уменьшения этого риска. Но я видела, что Виталий качал головой. Виталий, вы не согласны с тем, что у нас будет меньше утечек, если компании, если организации будут нести большую ответственность за них? Ну, я не верю в то, что штрафы смогут сделать кого-то ответственным. Тут есть несколько факторов. Первый фактор, все компании, которые работают с персональными данными, в момент утечки я представляю, сколько они денег тратят, никакой штраф не компенсируют, а сколько они теряют сначала денег, почему, потому что клиенты отказываются и так далее, и сколько они денег тратят на эту защиту. Но человеческий фактор остается человеческим фактором, если разбирать большинство утечек, это работа с людьми, а не работа с техникой. Поэтому, если вы введете дополнительные штрафы, ну да, вы бизнес еще сделаете, и бизнес начнет драконовские меры на людей водить. Это первый момент. Второй момент, ну, пардоните, я немножко позволю себе роскошь покритиковать государство, когда ты занимаешь серчингом в сети, находишь какую-нибудь базу данных уголовных дел, которую ведет какой-нибудь МФЦ города Мытищи, да, и она находится в Excel, она проиндексирована, она находится в свободном доступе, то вопрос о защите персональных данных очень странно обсуждать в рамках только коммерческих компаний. Да, то есть ответственность коммерческой компании это 3% от оборота, да, особенно если она скрыла, а ответственность государственного чиновника увольнения, ну, на мой взгляд... Мне кажется, увольнение-то ему страшнее. Не знаю, и, к сожалению, я не был... Просто нажито, непосильным судом. Я не был на этой стороне баррикад, поэтому я не могу сказать, насколько страшнее. В общем и целом, с позицией я согласен, что нужно увеличивать ответственность за это. Это поможет тем же безопасникам доказывать бизнесу, что вы давайте нам больше денег, давайте нам больше людей, давайте нам возможность масштабироваться и прочее. Но я не согласен с инструментом. Если есть высокие требования, должны быть еще и предложены какие-то инструменты для решения этих требований, монетарные, не монетарные, какие угодно. Я думаю, что в момент обсуждения закона мы к чему-то придем, но, в общем и целом, еще раз, порадую всех безопасников, если закон будет принят, я почти уверен, что у всех зарплата увеличится, господа. Это факт. Это абсолютно... Так это же двигатель нашего бизнеса, увеличится зарплата, поднимется спрос. Я с вами согласна с той точки зрения, что, наверное, одни штрафы, одно ужесточение, конечно, не приведет к, собственно, улучшению, изменению ситуации, но есть необходимые и достаточные условия. Я хочу так, ну, просто вспомнить, вот машину давно вожу, и вот помню, едешь на рыбалку по трассе, и тебе в лоб все время кто-то летит. И пока штрафы не сделали чувствительными, так все время в лоб кто-то и летел. Вот сделали штраф, и как-то все прям сразу стали правила дорожного движения выполнять. Так что мер рабочие, рабочие. Мы с вами на разные рыбалки ездим. Как летали в лоб, так и летают. А есть еще регионы Российской Федерации, где это правило, если ты не вылетел, то ты не авторитет. Ну, меньше, гораздо меньше. Я не говорю, что вообще не летает, но есть разница. Вот правда, есть разница. Игорь, скажите, а вот что вы думаете по этому поводу? С чем вы согласны, с чем не согласны? Ну, я бы тут Виталия поддержал. На самом деле, вопрос самый важный, опять же, это правоприменительная практика. Как это будет применяться, эта норма? Мы понимаем обычно, когда вопрос стоит о штрафе, ну, с оборота, возможно, какой-нибудь крупной компании, ну, понятно, о каких средствах идет речь, а если речь идет о какой-нибудь компании, которая еле там выкарабкивается, в этих условиях, то для нее это вообще вопрос жизни и смерти. Тут коррупционная составляющая вылезает. Мне кажется, важнее сконцентрироваться на ответственности, персональной ответственности человека, который допустил утечку. был ли то злоумышленник, был ли то должностное лицо, которое не предприняло никаких мер для того, чтобы предотвратить утечку. А если будут компании нести ответственность, ответственность будет размываться. И, по сути, помимо ущерба, который компания может понести вообще от этой утечки, репутационный ущерб, она несет огромный ущерб материальный, а вопрос злоумышленника в данном случае не обсуждается. То есть, на мой взгляд, есть уже достаточные инструментарии правового для того, чтобы привлекать людей к ответственности за такого рода правонарушения. Не хотелось бы, чтобы вот тут повторилась ситуация, когда какие-то компании, например, на том же самом рынке СМИ забыл кто-то упомянуть, что такая-то компания запрещена действующим законодательством, признанной экстремистской. Сноску забыли сделать. Компания СМИ получает огромный штраф. Если это небольшое СМИ, то фактически она на грани банкротства находится. Можно добавить буквально пару слов, мысль просто свежая в голову пришла, поскольку мы входим в новую эпоху, и в сложных условиях люди идут на странные решения, то будут конкурентные давления. Я вполне себе предполагаю, что кто-то будет нанимать интересных ребят, которые будут организовывать утечку таким образом, чтобы она была массовой. Они данные могут не слить, но создать имидж. Для чего? Чтобы пришел штраф. А для хорошего бизнеса, когда он пытается завалить своего конкурента, то есть нанять серьезную команду, которая в состоянии что-то сломать, попортить бизнес, это 50 на 50, то есть логика. Либо увидишь динозавра, либо нет, на 50 процентов это очень большой шанс. Но гипотетически можно сделать все. Не знаю, каких-то других действий. А беспокойность бизнеса штрафом с оборотом, она понятна, и я ее как бизнес прямо разделяю, но с другой стороны мне хочется понять, а что же будет мотивировать компании не допускать утечек и тратить средства на защиту. Потому что я прихожу к вам как к безопасникам и говорю, купите, у меня хорошее отечественное средство. А вы мне говорите, ну как я это перед бизнесом обосную. И не хотите. А вы знаете, если позволите, тут опять же вопрос виновности. нужно доказать виновность конкретного должностного лица. Нужно смотреть, приняты ли все меры для этого. Сейчас уже благодаря 250 указу президента персональная ответственность возложена на генерального директора, на специальное лицо, которое выделено, это заместитель генерального директора, который ответственный за информационную безопасность. Есть множество других должностных лиц. Опять же, нужно смотреть, умышленно ли это было совершено, неумышленно. А когда речь идет об административном штрафе, в один процент от оборота, здесь не идет речи, просто факт произошел, все, компания несет ответственность. Представляете, если это крупная компания, о каких деньгах идет речь. И опять же, возвращаясь к тем компаниям, которые только сейчас начинают заниматься информационной безопасностью, это будет для них удар. у них уникать там нечем, если они только начинают заниматься. Если вы не умеете обосновывать собственный бюджет, вам в профессии, точнее, в руководстве безопасности делать нечего. Вы можете быть сколько угодно гуру, но пора уже с бизнесом начинать разговаривать. И уметь показывать риски, уметь объяснять, а где, давай посчитаем, маркетинг привлечем. Сколько будет, если у тебя выйдет про тебя статья с утечкой, тра-та-та, давай деньги посчитаем. Это считается очень быстро, как ни странно. Как вы считаете, а где учат безопасников обосновывать бюджет? Вопрос, наверное, обоснования бюджета, это не вопрос безопасников. Безопасник может показать риск, который свершится, или угроза, которая будет реализована, в случае, если бюджет не будет предоставлен. И текущая нормативка, и позиции министерства, и в том числе предложение по оборотным штрафам, они, собственно, и говорят о том, что они эти риски подсвечивают. То есть руководителю понятно, что виноват он, что есть подразделение у него какое-то, и его заместитель, который уполномоченный это делает, и у него есть полномочия и ответственность, он ее несет. Соответственно, оборотные штрафы говорят, что будет отвечать. Никто не снимает те требования, которые предъявляются, ту ответственность, которую несут лица, люди, совершившие такие преступления, допустившие утечку, осознанно или неосознанно, по-разному, применительной практике. Но мотивация, она необходима. И если мы говорим о том, что есть репутационные издержки, но они и сейчас есть. То есть утечка информации, медийная какая-то статья, информация о том, что такая-то компания ее допустила, да, это репутационные издержки, но о них и сейчас все знают. Но это не всегда в достаточном объеме может быть пересчитано на бюджет и замотивировать руководителя организации выделить бюджет на безопасность. То есть насколько этот бюджет позволит это обеспечить и так далее, обеспечить безопасность от подобных утечек. Сейчас вся регуляторика движется в том направлении, чтобы замотивировать, чтобы он понимал, что это нужно. И что хотелось бы отметить, в том числе касательно реплики, мнение по поводу того, что для больших компаний это слишком много, а для маленьких компаний это неподъемно и убийственно. Для больших компаний вообще говоря, если вы обрабатываете большие объемные данные, имейте большой бизнес, у вас есть большие средства туда вкладываться. В принципе, большинство серьезных компаний безопасности уделяют достаточно серьезное внимание. Всегда ли это помогает? Это второй вопрос. К сожалению, не всегда. Но помогает. Вот это очень важно понимать, что количество нарушений, которые, так сказать, ликвидируют средствами защиты, на которые происходит реакция, предотвращаются меры и так далее, они работают. Без этого, так сказать, было бы существенно хуже. И задача, как раз, так сказать, организовать вокруг этого тренда, что называется, какой-то набор мер, регуляторики и движения, так сказать, именно направленных на защиту. Для маленьких компаний, которые находятся на старте и пытаются только развить, им это указывает на то, что, уважаемые, вы развиваете IT-инфраструктуру, позаботься, пожалуйста, ОИБ-шном сегменте, потому что очень многие, они задумываются о реализации, скажем, там, отличных идей, предоставлении сервисов и так далее. При этом, чем более такой молодой, как говорится, и незрелый сервис, тем больше там уязвимости, тем больше там проблем. А большинство об этом не думают, ну, не большинство, я не буду говорить, количественные характеристики давать, но зачастую об этом не думают. И думают именно о том, что, да, у них есть бизнес, им надо развивать услуги, за безопасность они не получают деньги. Безопасность, это, к сожалению, ну, или как бы как реальность, это, в общем, бревно на ногах у тех, кто пытается, сказать, что-то развивать. Но без него не получается, потому что в дальнейшем, сказать, это бревно прилетит тогда сзади, вот, в не лучшей совершенно форме. И вот те меры законодательные, организационные, которые сейчас проводятся, они направлены на то, чтобы соломку, что называется, подстелили заранее. А как определить достаточность? Вот есть такое мероприятие, позитив «Хак Дэй», на котором происходит замечательное соревнование, собираются лучшие команды в стране и начинают, одни защищаются, другие долбают. Я ни разу не видел, чтобы счет был в сухую, ни разу. Где определить достаточность вот этих всех мероприятий? Ты купишь кучу софта, импортозамещенного, который используют иногда библиотеки, которые написали совершенно другие ребята. Если там уже стоят ставки, вы про них даже знать не можете. Ну, так получилось. Вас через это оборудование вскрыли, кто ответственность несет, подрядчик, поставщик, а как вы в суде будете доказывать? Я был несколько раз в суде, когда вынужден был слушать следующую реплику от судимой. Мы говорим, вот IP-адрес, он говорит, какой IP-адрес? Давайте мы вам техническую экспертизу привезем, вам объяснят, вы сейчас умничать будете, я вас из зала выведу. Это правоприменительная практика, которая сейчас существует в стране. Это не было 10 лет назад, это вот не так давно было. И вот если мы сейчас этот закон введем именно в таком ключе, ну вот мы это вот все оптом и получим. Это не будет влиять на защищенность компаний. Бизнес скорее начнет драконовские меры делать, потому что, пардоньте, то есть все здесь профессионалы, большая часть взломов начинается откуда? В социальной инженерии. И только потом техническая уязвимость, когда добрался до внутрянки каким-то образом. Потому что социальная инженерия стоит дешево, ее делать быстро. Как вот определить, кто виноват, когда вот ты сидишь, у тебя девочка, ты провел ей 50 раз обучение, но ее сфишили, угнали ее пароль по тысяче причин, и у тебя произошел взлом. Дальше что делать? Кто виноват? У тебя все системы защиты шалонированы стоят. Ну вот так. Сейчас скажу страшное. Я недавно пропустила, я недавно пропустила учебную фишинговую атаку у нас в компании. По очень простой причине. Я в день получаю примерно 300 писем. У меня на обработку одного письма, ну там доля секунды, чтобы принять решение, делаю я с ним что-то или нет. И так вот как-то прям. Да, такие проблемы бывают. Ну я бы хотел, наверное, ну имеет смысл разделить вопрос на части. Нам тоже не нравится правоприменительная практика, если она выглядит так, как говорите вы. И я считаю, наверное, что да, она недопустима. Поэтому все-таки необходимо ее развивать как-то. Для этого нужны новые меры, законы, нормы, подходы. И то, что делается, оно как раз направлено на это развитие. Потому что здесь уже, так сказать, применительно вот к таким масштабам и проблемам, уже так сказать там о том, что такое IP-адрес, ну как бы не морочите нам голову, так уже нельзя и не получится. И все должны здесь развиваться. Касательно фишинга и так далее, ну вообще с фишингом, так сказать, есть методы борьбы. И они могут быть реализованы как внутренняя организация, в том числе обучение и так далее. А также, ну отслеживаются вообще, так сказать, куда ходят. Значит, кроме того, или проводятся эксперименты, в том числе Минцифры, так сказать, по борьбе с фишингами сайта. Они блокируются в большом объеме, их много. Где в том числе выкладываются, ну там они мимикрируют под госуслуги, могут, так сказать, под какие-то коммерческие проекты, агрегаторов информации и так далее. То есть, с ними ведется тоже полномерная борьба. Но с ними надо бороться. Достаточность, если, так сказать, брать такой термин математически, то математически, наверное, доказать его действительно, так сказать, проблематично. Но есть, собственно, несколько подходов. Если мы рассматриваем рискориентированный подход, то он связан с убытками, которые может понести организация. Но в данном случае, когда мы работаем с перс-данными, когда мы работаем с категорией информации, которая регулируется законом, и где понятие ущерба количественного показателя имеет далеко не всегда. То есть, если мы с деньгами, там все понятно. Такие-то затраты, такой-то ущерб. Мы можем выстроить, ну, организация может выстроить баланс. Здесь устроится, как говорится, на множестве известных вариантов. То есть, на множестве возможных принятых мер. И здесь, да, будет требоваться экспертиза. Без нее никуда не денешься. Ну, собственно, да, она должна развиваться. Коллеги, ну что я могу сказать? Я по ходу дискуссии только... Тема прям оказалась такая, с политической части все съехали, а вот тема ответственности прям оказалась такой болезненной. По ходу дискуссии я вот прям представляю уровень зарплаты безопасности. Он каждый, после каждого спикера так дынь, 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 еще дынь. Хороший тренд. Не, ну что это, хорошо. Ну, раз политическая составляющая не заинтересовала, то я разовью тему ответственности. Предлагаю на тему ответственности. Немножко эта уже история так или иначе звучала. Хочу на нее следующим образом посмотреть. Вот обеспечение безопасности – это задача комплексная. И в нее вовлечены внутри организации разные службы. Собственно, служба безопасности, IT-служба, вендор, который что-то разработал, поставил, сотрудники, которые либо обучились, либо там не очень обучились, как я, например. И так или иначе они все вносят свой вклад в обеспечение безопасности. И вот все равно происходит утечка. Ну, там, я не знаю, может быть, это была скомпрометированная учетная запись, может быть, IT что-то кому-то выдало, может быть, безопасник плохо проработал свою часть, может быть, была дыра в ПО у вендора. Василий, хочу вас спросить. Вот на ваш взгляд, кто, на ком ответственность при такой совместной работе, кто отвечает, несет ответственность за утечку? Ну, смотрите, на самом-то деле, как бы утечка, она ничем не отличается от любого другого инцидента кибербезопасности. Вот, и отвечать за это все равно будет, как бы, цисоорганизация, вот, а уже там дальнейшее расследование всех обстоятельств данного инцидента, оно там определит конкретных, как бы, виновных, вот, определит, там, собственно, необходимую ответственность и, как бы, все такое. Вот, я, на самом деле, хотел еще о чем сказать, что, вот, вы говорите, там, да, там есть там всякие, там, собственно, куча ответственных, там, куча служб, забытые системы и все прочее, но все-таки защита от утечек, это, как бы, комплексный подход. Вот, и это, там, далеко не только, там, DLP-система. Я вот хотел, там, рассказать, там, наш пример. Мы, там, после определенного инцидента, который у нас там был в 2019 году, организовали команду, как раз, которая называется команда ликхантинга, которая, по сути, выявляет, во-первых, новые каналы утечки, которые могут, там, не покрываться DLP-системой, там, по каким-то причинам, вот, а также заняты тем, что, собственно, выискивают в организации какие-то критичные данные, консенсальные данные, которые могут по каким-то, там, причинам из-за, там, кучи ответственных людей со всех сторон, вот, и, там, лежать, собственно, в забытом виде, там, на файловых ресурсах, на каких-то, там, базах данных, там, базах вики, вот, собственно, и, как бы, и так далее. Вот, а на самом деле мы, как бы, даже удивились, там, в первый год работы команды, там, какое количество данных, вот, таких вот забыток, которые, в принципе, могли бы, как бы, утечь не из-за инсайдера, а из-за того, что просто кому-то они, там, как бы, понравились, он решил, а по приколу, заберу-ка я их себе, вот, как бы, сколько их было. Ну, это, как бы, первая история, вторая история, там, с утечками, ну, все равно, там, кстати, на самом деле я еще хотел добавить, вот, к предыдущей горячей дискуссии, там, с оборотными штрафами, блин, ну, как бы, ребят, как бы, не ошибается, только тот, кто, как бы, ничего не делает. Я вот, там, как эксперт могу, блин, придумать, вот, даже несмотря, там, на всю суперэшелонированную защиту от утечек, которую мы там выстроили за последние годы, блин, еще пяток способов, как что-то забрать. И здесь, как бы, что с этим сделать? Как бы, сотрудников может быть огромное количество. Коллеги, ну, все-таки, добрым словом и пистолетом можно добиться куда больше, чем просто добрым словом. Согласен, сейчас я еще, там, собственно, расскажу еще одну историю, еще одну тему по поводу, там, кибергигиены, киберграмотности в организации. Вот. Мы проводили такой интересный пилот, он такой, как бы, на грани фола, как бы, но, на самом деле, цели его не было никого там наказывать, никого никуда привлекать, а просто было интересно, как сотрудники на это бы отреагировали. Мы делали его вместе с бизнесом, мы, как бы, специальным образом синтетические данные, подготовленные, как бы, раскладывали, там, по ресурсам, с которыми постоянно работают бизнеса. Вот. И мы хотели, как бы, с вами посмотреть, если кто-то этим данным заинтересуется, как их могут из организации попробовать забрать. Вот. А бизнесу было интересно вообще в условиях, там, политики нулевой толерантности к утечкам, которая у нас уже, там, давно существует, что они вообще будут с этим делать. Ну, и вот. И, на самом деле, из-за того, что уровень киберграмотности, в организации у нас уже сложился очень высокий, практически 50% сотрудников просто эти данные удаляли, вот, часть обращались к руководителю, вот, а часть вообще обращались к нам, чтобы мы разобрались, откуда вообще взялись данные, там, где их быть не должно. Вот. Поэтому киберграмотность тут крайне важна в борьбе с утечками. Ну, вот, собственно, чего хотел. Это правда. Алексей, а вот скажите, вы как производитель молотка, которым можно по гвоздю, а можно по пальцу, как вы определяете свою меру ответственности как вендор? Ну, наша мера ответственности записана в лицензионном договоре, который мы заключаем с заказчиком. Вот. И здесь, в общем-то, те, кто хочет какую-то большую гарантию от вендора, они просят продать им сертифицированную версию. В этом случае это как бы ПО более, так сказать, прошло более тщательный контроль и специализированный контроль, и установлено соответствие с документацией, отсутствие недокументированных возможностей и много других вещей. Ну, обычно вообще производители программного обеспечения, они несут ответственность в размере уплаченных денег по договору. Вот продали вам, допустим, Windows за 100 долларов, вот Microsoft в пределах этих 100 долларов несет перед вами ответственность. Вот, в принципе, у нас примерно то же самое. А упущенная выгода, сарафанное радио? Ну, по этому-то договору, да, а много незаключенных других договоров. Ну, что вы имеете в виду? Вы имеете в виду, что… Я имею в виду, что если мы как вендоры поставим некачественное ПО, например, с каким-то бэкдором или там с какой-то неработающей функцией, из-за этого произойдет утечка, можно лишиться не только этого договора, но еще части договоров. Да, конечно. Если мы как вендоры будем поставлять некачественное ПО, мы довольно-таки быстро исчезнем. Как вендор и на рынке про нас останутся только воспоминания. Поэтому… Но это как бы не наша, это наша неформальная ответственность, не юридическая ответственность перед заказчиком, а это наша, ну, как сказать, добровольно на себя взятая ответственность. Это наше, собственно, наше позиционирование, наше отношение к заказчикам, к рынку. То есть, естественно, мы стараемся сделать так, чтобы продукт наш был максимально качественным, максимально удобным и так далее. Но, опять-таки, здесь, вот мы, если мы говорим про формальную ответственность, про юридическую, здесь очень сложно разделить вот эти моменты, как с молотком, да, а лучше с топором, да. Им можно что-нибудь отрубить нужное, а что-то отрубить ненужное, или даже наоборот опасное. И говорить о том, что здесь какую-то ответственность должен нести производитель топора, ну, он должен нести ответственность за то, чтобы написать, что вот этот топор, он острый, да, он тяжелый, им можно рубить, им можно вот что-то такое делать. То есть, все как бы, всю информацию довести до потенциального клиента. А уж дальше, что им будет клиент рубить, это уже производитель не может на это повлиять, и ответственность за это нести, наверное, тоже не может. Алексей, а вот вы включаете в зону ответственности вендора, например, умение заказчика пользоваться вашим продуктом? Нет. То есть, мы не навязываем никому наших услуг. Мы изначально позиционируем себя как вендор. Естественно, у нас есть полный набор и по внедрению, и по консалтингу, и по обучению. И мы, естественно, каждому клиенту описываем все плюсы вот этих вот пакетов услуг. Но, как говорится, насильно мил не будешь. Поэтому никто не будет приходить к клиенту, стучаться в дверь и говорить, ой, давай я тебя обучу, ты DLP-систему купил. Наверняка ты ее неправильно используешь. Давай я тебя сейчас обучу и сделаю тебе хорошо. Конечно, это не очень, как бы, даже с точки зрения здравого смысла, не очень корректно. А я вот так вот люблю очень рассказывать, когда что-то продаю. Я всегда рассказываю, чем вендор лучше интегратора. Я говорю, что интегратор знает понемножку обо всем, а вендор глубоко разбирается в своей отрасли, потому что он копит всю информацию, которую весь опыт своих заказчиков агрегирует. И вот такую ответственность вы включаете, ну, как сказать, инкриминируете вендору ответственность за, например, агрегацию best practice в своей области? Ну, вы знаете, это не то, чтобы ответственность. Я бы сказал, как это модно говорить, это обещание бренда, да? То есть мы вот говорим, что вот да, у нас есть такой опыт, мы, у нас много заказчиков крупных, там очень крупных, не очень крупных, и действительно у нас большой опыт, и мы можем вас научить. Ну, хотите научим, не хотите, ну, как бы… Заставим. Ну, нет, не будем заставлять. Хорошо, Виталий, а вот скажите, мы здесь много говорим про ответственность, и, собственно, там любая ответственность. Что с точки зрения закона организации, в связи с чем организация предпринимает определенные меры, что с точки зрения разделения зон ответственности для обеспечения безопасности внутри компании, между сотрудниками и определенными службами. Это все приводит к тому, что работник, который работает в организации, он оказывается под определенным давлением, то есть ему что-то запрещают, его бизнес-процессы вмешиваются. Вот я, несмотря на то, что работаю в безопасности, тоже не очень люблю, когда мне там какие-то регламенты сверху спускают. Мне прям как-то хочется откосить. Ну, потому что мне кажется, что в моем-то случае очевидно, что бизнес важнее. Как вы считаете, наши вот столь важные нам в том числе для импортозамещения и для нашей независимости сотрудники, такие свободолюбивые, особенно в IT-отрасли, такие молодые, которые выросли уже в эпоху, когда они соль земли, вот как они реагируют на те ограничения, которые мы на них накладываем? Есть здесь конфликт? Вопрос, наверное, некорректно задан. Он никуда не уходил и никогда не исчерпается. По одной простой причине, да, поскольку IT формирует людей с мышлением, что они самые умные. И они считают себя, что они любую задачу, в том числе задачу безопасности, они сделают легко. Поэтому конфликт, безусловно, будет, и он будет продолжаться, и будут какие-то компромиссы найдены. Но 90% этого конфликта – это культура ДНК-компании. Вот есть, например, коллеги из Сбера, у них одна культура, там никто особо не сопротивляется, потому что они осознанно ответственность принимают, вы не поверите, там сначала такое обучение проходит на входе. И поэтому, когда у тебя там 500 контрольных вещей на тебе висит, и ты везде подконтрольный, ну и что? Родная компания оберегает. А есть компании, где совершенно другая культура, где абсолютная свобода, да, то есть и так далее. Но любая свобода безответственности – это всегда нонсенс. Поэтому это вопрос регулирования, прежде всего, внутри компании, воспитания, вот как мы про культуру говорили в самом начале, да, здесь первые коллеги выступали. Это именно ДНК-компании. Хотите, чтобы в компании не было вопросов, начните объяснять, начните взаимодействовать и разговаривать. И это то, чему сейчас безопасность должна учиться. Ни нормативки, простите, ни технической вещи. В этом и так спецов вагон. А вот разговаривать с айтишниками и объяснить им, почему важно, что вы им ДЛП поставите, да, что будет, как это будет происходить, прокоммуницировать, убрать страхи и так далее. Вот он, профессионализм. И это сейчас будет куда как более востребовано, чем знание 152 ФЗ, например. Потому что 152 ФЗ прочитать – это 20 минут. А вот научиться коммуницировать с людьми, а это, по сути, уже информационный безопасный процесс, как бизнес-функцию рассматривать, да, то есть совершенно другой уровень. И вот это то, о чем придется задуматься. Вот где конфликт настоящий лежит. И конфликт, если мы говорим конкретно про информационную безопасность, он лежит внутри наших специалистов. Нужно расти. Игорь, а скажите, пожалуйста, вот вы своим сотрудникам говорите о том, что их коммуникация мониторит ДЛП? Работники подписывают соответствующее соглашение о неразглашении. Они в курсе. Я бы не сказал, что все рады этому, и все счастливы, что какой-то контроль за ними осуществляется. Но люди оказались достаточно разумными, как ни странно. Все понимают, особенно вот учитывая сегодняшние события. Так что, да, люди понимают. Ну, не все вдаются в подробности, да, с помощью каких средств это происходит. Сейчас не только ДЛП на вооружении у службы безопасности. Да. Ну, то есть это открытая информация. Действительно, диалог, о котором говорит Виталий, он возможен. Возможен, естественно, потому что, вот я согласен, здесь необходима коммуникация между службой безопасности и работниками. Мы проводим обучение определенное, объясняем, ну, как, опять же, предотвращать те же самые фишинговые атаки. В определенном смысле это помогает. Ну, и дальше будем продолжать в этом направлении действовать. Как Вы считаете, Виталий, еще раз к Вам вернусь с вопросом, а вот знание сотрудника о том, что в компании применяются средства мониторинга, средства защиты, оно влияет как-то на выбор работодателя, то есть вот выбор сотрудником работодателя, на его решение пойти в эту компанию работать? То есть? Ну, то есть, условно говоря, кто для работника более выгодный работодатель? Ответственный Сбербанк или там безответственный ООО «Рога и копыта»? Там, где ему деньги, наверное, больше платят, где задачи интересные дают. Потому что все остальное, вся остальная обвязка – это сопутствующий фактор. Если при том, что у тебя более сложные, то есть какие-то ограничения тебе дают суперзадачи и платят больше денег, о каком выборе может идти речь? Да, поэтому это не, ну, мое мнение, это не тот фактор, который рассматривается прям серьезно при трудоустройстве. Да, есть ли наличие ДЛП в компании или нету, или каких-то других систем, или какого-то другого контроля. Плюс, ну, давайте откровенно, большинство, допустим, из тех же безопасников прекрасно понимает, мы давно уже живем в доме со стеклянными стегнами. Все, что хотя бы раз попало в интернет, вытащить вообще не проблема. Да, то есть, ну, про себя просто посерчьте информацию, что, где пишут, да, то есть разные сервисы поиспользуйте, посмотрите, как вы где записаны, у кого записаны книжки. Все же это, ну, то есть, определенная прозрачности. Да, и это контроль, который вы очень часто сами не контролируете, за вас это кто-то делает, ровно поэтому, возможно, социальная инженерия, потому что право с информацией собирают и коллекции. Есть отдельный бизнес, который не так давно родился, называется информационный коллектор. Вот раньше были классические, которые банковские, а сейчас информационные. Любые данные в течение пяти минут, государственные, не государственные, где они их берут, науке неизвестно, но компании официально работают, с ними можно заключить официальный договор, ну и тра-та-та. Поэтому этот фактор, он не будет решающим. Особенно сейчас. Я полностью подтяжу, на самом деле. Я вот ни разу не слышал, что там сберегут отказался приходить или уволился, потому что есть DLP-система. Да нет, ну обычно все с пониманием к этому относятся. То есть понятно, что компании есть свои интересы, нужно как-то безопасность свою обеспечивать. Но никто же не жалуется, что в магазинах видеонаблюдение стоит, чтобы не воровали. Или никто не жалуется, что когда мы на самолете летаем, правда сейчас мы уже не летаем практически, но тем не менее, когда раньше летали на самолетах, нас там всех просвечивали, всю ручную кладь, чтобы бомбу не пронесли. Но это же нормально. Так и здесь. То есть я считаю, что это уже такой мейнстрим, и, наверное, никого этим испугать уже так серьезно нельзя. Вот у меня, Артем, Евгений, не знаю, кто из вас ответит, вопрос к вам. А как вы считаете, вот работник, которого мониторят, и его переписку корпоративную, и его действия за рабочей станцией, ну вообще так пристально за ним следят, потому что, понятно, источник угрозы всегда человек, если мы говорим про внутренние угрозы. У него есть право отказаться от такого пристального к себе внимания? Есть вообще условия работы, на которые он соглашается, когда поступает. Он может отказаться, уволившись. То есть в этом смысле, это входное соглашение, с которым он соглашается, когда приходит. И я бы хотел вернуться, на самом деле, к примеру, который вы привели, связанный с нарушением на дорогах. Нарушения-то прекратились не только, когда были штрафы, сейчас они приемлемы, а когда были поставлены везде камеры. И вот когда нарушение стало неотвратимым, точнее, наказание стало неотвратимым, именно тогда они сильно сократились. И вот на всех трассах там и так далее. Когда это начало автоматически списываться с карточек, то есть вот процедура вот эта была доведена до ее итогового решения. И тогда, да, все стало нормально. И здесь то же самое. И контроль на работе, ну в принципе, если человек приходит на работу, он работает, он за это получает зарплату, за зарплату он что-нибудь интересное вообще должен что-то делать. Причем делать то, что от него требуют в организации. И корпоративная этика, корпоративная культура, она вполне в это вписывается. И действительно, я поддержу коллегу, безусловно, с людьми надо разговаривать. Вопросы безопасности, их надо обучать, им надо объяснять, почему так, зачем. И вопросы, кстати, связаны, это мостик такой с оборотными штрафами, что вообще говоря, это тот случай, когда за нарушение или за проступок одного отвечает вся организация. И он должен тоже это понимать. И они, ну как бы все сотрудники коллектива, он должен это видеть, что он является сотрудник, частью команды. Артем, а скажите, пожалуйста, вот все, что говорил Евгений, справедливо ли в отношении государственных служащих? Ну, все законы, они одинаковы для всех, поэтому государственный служащий, приходя на работу, он подписывает трудовой договор, поэтому если в этом трудовом договоре все прописано, и он ставит под этим подпись, то, соответственно, он и подчиняется всем там, законам той или иной государственной организации. А как вы тогда думаете, почему вот в коммерческих компаниях DLP есть, ну, я не знаю, наверное, может быть не в 100% компаний, ну, в 90% точно, а, например, в госорганах исчезающе мало? Ну, это, наверное... Нечего терять? Ну, это примерно та же история, когда мы там знаем организации, где на должности сотрудников по кибербезопасности устроены там уборщицы или еще что-то. Ну, то есть до два месяца назад, три месяца назад слово кибербезопасность вообще многие не понимали, что это такое. Поэтому благодаря последним событиям, да, я думаю, сейчас, если не каждый, то каждый второй точно понимает, что это такое. И принятие законов и мер поддержки и вообще сейчас такой хайп вокруг IT-специалистов, он, конечно, поднял и статус, как уже сказали, и зарплаты, и вот сейчас зарплаты растут, растут и сегодня тоже. Ну, я бы хотел еще, знаете, что сказать, что все законы, любое законотворчество и нормотворчество, которое у нас и в Министерстве цифрового развития, и в других министерствах, оно идет однозначно в связке с бизнесом. даже что далеко уходить в Минцифре, даже очень много сотрудников, которые пришли туда из бизнеса, то есть они не понаслышке знают об этих проблемах и когда они готовят какие-то законопроекты, они однозначно обсуждают это с бизнесом и то, что выходит на конце, это уже труд не только изолированных каких-то чиновников, которые вообще оторваны от реальности, нет, это большой труд, совместный труд бизнеса и государства, поэтому те законопроекты, которые последние указы, законопроекты, которые в последнее время выходят, это как раз такой очень большой труд, совместный труд. Еще хотел сказать, что у нас тоже в Совете Федерации, в Совете по цифровой экономике сейчас тоже создается секция, которая как раз и будет называться технологическая независимость и информационная безопасность Российской Федерации. Мы видим, что сегодня эта проблема более чем актуальна, и поэтому будет создана еще одна площадка, где мы сможем обсуждать трепещущие тематики и смотреть, как можно их в кратчайшие сроки решать. Здорово, спасибо большое, звучит очень много обещающим. У нас как раз подходит к концу отведенное нам время. мы один блок, мне сказали, что я так могу сделать, я так сделала, один блок у нас выпал немножко, потому что мне показалось, что вот эта политическая часть, окрас, утечек и киберугроз, она как-то не нашла поддержки среди спикеров. Это некоторое мое разочарование, мне было бы интересно на эту тему поговорить, посмотреть, что мы делаем, как мы с этим боремся, как это влияет или не влияет, но я принимаю, что мы это пропустили, и я хочу поблагодарить вас всех за интересную дискуссию. Мне очень понравилось, что местами она была острая, мне было прям очень приятно, что вы друг с другом спорили. Что я услышала, и что мне понравилось? Мне очень понравилось, что мы ко всему происходящему относимся как к вызову, с оптимизмом и с уверенностью в себе. Мне очень понравилось, что мы, даже несмотря на определенные несогласия, в целом стоим с государством не напротив друг друга, а все-таки рядом друг с другом, и мне бы хотелось, чтобы мы и дальше продолжали быть в коллаборации. И я хотела бы в заключении, чтобы каждый из участников дискуссии коротко, прямо одной фразой, одним словом, парой фраз, сказал, что в нашем сегодняшнем разговоре было для вас наиболее интересно, может быть, вы услышали что-то новое, а может быть, было какое-то разочарование, вы чего-то не услышали. Давайте, Игорь, начнем с вас. Я услышал то, что действительно у нас дискуссия развивается, она все активнее и активнее идет на различных площадках, на той же площадке Минцифры, например, где министр сам лично, Макс Вуд Игоревич, собирает представителей бизнеса, и вот хотелось бы, чтобы все подобного рода инициативы, они обсуждались на такого рода площадках, в Совете Федерации тоже в том числе. То есть я вижу повышение интереса к проблематике и думаю, что как раз благодаря этому и будут решения приняты правильные. Спасибо. Виталий. Я бы не сказал, что я прям супер много нового услышал, потому что я в этой тематике фактически варюсь и живу, и наблюдаю. И то, что меня радует, несмотря на всю кажущуюся безнадежность ситуации, все стороны пытаются договориться, найти контакт, найти знания общие, да, и общий путь. И за этим очень здорово наблюдать, и в этом очень здорово принимать непосредственное участие. Спасибо. Спасибо, Евгений. Ну, мне понравилось, что те обозначенные здесь вопросы, они являются для участников не проблемой, а задачей, которую, так сказать, все пытаются решить. Как в любом, среди любых ученых, математиков, подходы по решению могут быть разными, но все понимают, что эта задача, она может быть решена, она должна быть решена, ну, значит, она будет решена, или будет решаться, по крайней мере, сказать, в процессе, по мере ее усложнения. Спасибо. Артем, вам было с нами интересно? Мне было очень интересно, и вообще эта тема для меня интересная, информационная безопасность, технологический суверенитет, и мне бы хотелось, чтобы таких мероприятий было как можно больше, и результатом таких мероприятий были какие-то инициативы в нормотворчестве и законотворчестве, чтобы мы говорили о каких-то уже реальных делах. Артем, я видела, что когда я говорила, что я жду от государства, вы все записали. Спасибо вам большое, мне было очень приятно. Алексей. Ну, мне понравилось обсуждение штрафов, оно было наиболее живым, и мне понравилось, что коллеги так выступали против этих штрафов. На самом деле, ну, это действительно болезненная мера, но, на мой взгляд, она необходимая, потому что вот недавно была утечка из Яндекс.Еды, там утекло, по-моему, вообще все. Знаете, насколько оштрафовали Яндекс? Кто знает? На 150 тысяч рублей. Если бы закон был, у нас у Яндекса уже бы не было. Нет. На 3% им хватит, чтобы... Нет, не согласен. Не согласен. Я видел их финансы, у них там есть запас и на 1%, и на 3%. Все, они прекрасно могут себе позволить. Но, вот, хорошо, на 150 тысяч, наверное, это маловато будет, а вот сколько нормально, да, это так, тема для следующей дискуссии, наверное. Вот, но, в принципе, вот так вот, да. Спасибо, Василий. Ну, это полностью, на самом деле, подтяжу Алексея, потому что, наверное, тема со штрафами была, там наиболее горячей. Я, честно говоря, это вообще для меня была новая тема. Я, поскольку, как человек с земли, там, не сильно погружен в законодательную, как бы, область, ну, честно говоря, мне кажется, там 1% это что-то перебор, здесь действительно нужно как-то определить именно вот ту сумму, которая, то есть ответственность, конечно, должна быть, но вот в каком объеме, потому что я, честно говоря, не представляю себе, применение, там, одного процента оборотного штрафа, там, к Сберу, и, как бы, окей, там, да, там можно найти виноватого сотрудника, который сделал его, там, и даже поймать, но и наложить штраф на него, но он расплачивает сколько там, тысяч лет будет за это. 1% от выданной ипотеки. Коллеги, спасибо большое. Спасибо. Спасибо.